комментировать так теперь эту фотографию прислал мне двоюродный брат евро сказал ну как она бывает и у меня так часто бывает его косточки выслан соседу подарил часть сосед взял и вырастил он еще по моему ни одного плода не видел а сосед вот вырастил вот они такие вот своих косточек 1 2 ну все нормально а третий начал подсыхать и вот он говорит что с ним делать ну во-первых эту ветку отрезать это уже все ее не спасешь она не восстановится никогда запомните прыскать запрыскать тонну этих всех флаконов которые рекламируют везде и всюду отрезать эту ветку все сожалеть это юрий железо мой двоюродный брат я прошлом вебинаре я вам показал его не его сад а он умудрился подарить косточки соседу мои пока он все ждет его первого рожая сосед его дождался и вы видели абрикосы ой я сказал перчики или я оговорился абрикосы и она а у соседа мои косточки заплудоносили и вот пожалуйста внученька вот это вот это письмо пришло первого рожая вот дело в том что я понюшу особенно подумаешь там но ведь это же кострома что там кострома сейчас я вам скажу что было сегодня утром приезжает ко мне блогер милая женщина марина мать 4 детей вот для меня достаточно молодая говорит у меня 10 тысяч подписчиков я хочу снять фильм про ваш сад и разместить у себя чтобы повысить популярность ну вот фильм мы сняли угостил ее абрикосами только чтобы два раза больше этих вот казалось бы все на этом а дальше случилось все интереснее значит вечеру приезжает ко мне дускобилов правда пенсионер но известным ученым у нас здесь в восточной сибири он привез ученого научного сотрудника института имени рисовенко это барнаул это ведущий институт вот я с ним познакомились дело было к вечеру быстренько провел по саду он умудрился собрать попробовать мою абрикосы косточек набрать естественно я вас за это уважал и я бы не стал может быть об этом говорить ведь это не первое 101 посещение ученые были не раз правда не академики а рядовые но все таки если бы не одно но знаете что он сказал когда я угощал абрикосами он сказал я специалист по сливам а что абрикосы абрикосы у нас барнауле не растут вот мало того мне показалось я надеюсь ошибся что он сказал что они не могут расти тут же перевел разговор что ладно там и вот как раз это спорно про письмо свое двое родного брата вот оно письмо вот они абрикосы которые естественно если барнауле не растут как они могут расти в костроме ну вот пожалуйста такой вот вам пример далее значит расширяется как бы география в моих абрикосов край этот край вы уже знаете вам покажу другой край на всякий случай вот моя задача одна из моих задач главных в этой жизни сделать так чтобы сотни мини питомников некоторые потом перерастут в крупные питомники но уже у них на сайте будут не нарисованные плоды а настоящие плоды и ничего и не из интернета плоды и деревья с плодами а уже собственно сада то чего я добиваюсь и почти за редкими исключениями я пока добиться не могу а сайтов сотни интернет магазинов это когда они выкапывают саженцы из питомника но те питомники находятся далеко южнее украины и белоруссии намного южнее привозят их сюда и они местами стоят умирают сейчас я вам показывал может быть помните пару вебинаров назад стоят эти сайты продают сразу за городом на трассе они сейчас стоят вот еще дураков ищут ждут вернее ждут дураков вот а вот такие вот случаи я почему вот сутурина утина фильм здесь сняли да вот 67 гитара по моему ужас какой я беру его те данные вот пожалуйста давайте западники западники вот это как прорыв блокады вот уже плацдарм есть давайте теперь это к валентине это моя цель в жизни чтобы наших таких садов как у неё вот и людмила каллиградская область вы просите запамятил фамилию забыл написать вот так вот прямо переснял а фамилии нет но зато есть ваш электронный адрес вот это та самая волшебница у которой ну ну куда уже и если уже мне кто-то не верит вот я водил ученого с этого Барновского института вот ну хорошо плоды валялись или там немножечко дотянулись где 100 граммовая так бы кто-то во мне поверил вот и какими вещами угощал он не поверил все то что это черешня таки людмила